Здравствуйте! Спасибо, что нашли для нас время, которое я предлагаю использовать для анализа предварительных результатов местных выборов. Ну давайте, используем. Вы вот об этих выборах сказали так, сильно изменили картину власти в стране. Вот по душе вам эти изменения и почему? Знаете, по душе не по душе, но это воля граждан. И выборы прошли более-менее в свободной обстановке, потому что не было снятия партий с выборов, не было запрета для каких-то кандидатов участвовать, не было, скажем так, шантажов, не было арестов, не было грязной кампании с компроматами, чем угодно, как это было, допустим, на парламентских выборах. Напомню вам, там жесть, что творилось. И картина изменилась почему? Ну давайте посмотрим, вот до выборов что мы имели. До выборов мы имели очень такую, как вам сказать, неприятную картину для многих партий и для граждан в том числе. Неприятную почему? Потому что демократическая партия, которая на местных выборах 2015-го набрала в зоне 20%, плюс-минус, даже меньше, если брать по районным советам, то после выборов она неким чудом, имея 200 примарей, вдруг получила 700 примарей. Имея пару председателей районов, получила 28 председателей районов из 32. Я уже не говорю о том, что вся вертикаль власти, вся вертикаль снизу доверху, от регистра, от полиции, от медсестры какой-то в медпункте, от уборщицы в Доме культуры, все было под контролем демократической партии, все эти граждане имели партий-билеты ДПМ. Я ходил везде на встречах, в Сороках был, в Данюшанах был, в Вречанах был, в Окнице был, так где угодно был, понимаете, в Бельцах был, везде, везде, вся страна, понимаете, вроде вот на севере, все вроде бы районы красные, а у власти голубые, понимаете. Я даже удивлялся, говорю, как такое было возможным? А очень просто. Прокуратура Демпартии открывала уголовные, заводила уголовные дела на всех мэров, на всех советников и так далее. Вот так они создавали большинство во всех районах, так они победили, и так они всю страну перекрасили вот в этот сине-голубой цвет. Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась. Вы говорите так уверенно, то есть получается, что вы уверены в том, что вот в районах мы будем свидетелями того, что формируется большинство из представителей социалистов и ОКОМ. Конечно, вот я написал уже статью в Аргументах и Фактах, выдал на Фейсбуке позавчера еще. И картина следующая. Если брать, если брать, ведь местные выборы имеют два измерения. Первое это выборы в районные и муниципальные советы. Здесь, конечно, преобладает политическое голосование. И личностный фактор, но на три четверти это политическое голосование. И выборы мэров. Здесь уже преобладают личные качества. Не важно человека или кандидата. Не важно там, ты социалист, коммунист, либерал. Всем наплевать. Все голосуют по одному принципу. Ты хозяйственник или нет? Ты сделал что-то для этого города, села или нет? Кроме Тишинева, конечно, и Бельц. Там могут как Брежнева тебя избирать. Как Тертуаку там. Как Усатова в Бельцах. Даже несмотря на то, что ты там весь город просто, по-моему, залил и так далее. Давайте посмотрим по районам, что произошло. На первом месте партия социалистов. Почему на первом месте? Потому что она победила в 15 районах. Набрав более 25% районных советников. И муниципальных. На втором месте блок АКУМ. На третьем месте блок АКУМ где-то в 11 районах присутствует. То есть набрал большинство. И, соответственно, демократическая партия присутствует там в 6 районах. Ну, типа Неспарен, Резина, наверное, если я не ошибаюсь. Хотя мне кажется, что и там блок АКУМ. В 6 районах. Ну, и уже наша партия и партия Шора имеют большинство только в одном населенном пункте. Это Бельцы, и это для Усатова, и это Аргеев. То есть это партии, это лидеры одного города. Другими словами, демократическая партия сегодня в большинстве районов будет находиться в оппозиции. Я даже боюсь и выражаю надежду, что они во всех районах окажутся в оппозиции. Кроме, наверное, Неспарен. То есть родового гнезда самого Плохотнюка. А так в остальных районах они действительно перешли в оппозицию. Ну, вот если говорить о демократах, то они предпочитают как раз считать количество примаров. Пускай считают. Да, и они считают, что тем самым у них самый хороший результат в этих местных выборах. Знаете, давайте возьмем по примарам. Я посмотрю по этим своим спискам. Они действительно, демократы набрали где-то 194 примаров. Около 200. Около, чуть меньше 200. Социалисты набрали 124 примара. Блока Кум, чтобы не соврать, сейчас где-то 80 примаров. Наша партия набрала 9 примаров. И партия Шор тоже в этой зоне, плюс-минус. Но суть-то в чем? Давайте разберемся. В 2015 году демократическая партия набрала около 300 мэров. В 2015 году. То есть сегодня они набрали намного меньше. То есть падение получается. Падение уже по количеству мэров. Это раз. Два. Понимаете, мы же рассуждаем сегодня политически. Мы политически задаем вопрос, партия демократическая выросла на этих выборах или она упала? Так вот, с политической точки зрения, по результатам на муниципальных и районных советах, демпартия на третьем месте. Она буквально провалилась, можно сказать. Так? А по результатам мэрских выборов, где голосуют не за партию, а за личность, да? За личность голосуют. То демократическая партия вроде на первом месте. Пока что. Но это первый тур. Это по результатам первого тура. У нас еще есть второй тур в 380 населенных пунктах. Из этих мэрий, 380, партия социалистов выходит во второй тур где-то в 178 мэрий. То же самое, да, плюс, минус, можно сказать и про блока КУМ. То есть в результате второго тура ситуация с мэрами может измениться. Может по СРМ оказаться на первом месте. Может, возможно, да, блока КУМ и так далее. Это один момент важный. То есть, повторяюсь. Первый. Ее результаты по мэрам не говорят о росте политического влияния или рейтинга. А скорее всего говорит о том, что вот какие-то люди, которых перетащила эта партия из других партий, сегодня еще пользуются авторитетом. Да, два. Второй тур изменит картину. Скорее всего, по СРМА будет на первом месте. Ну, я поняла. И третье, понимаете, что происходит. Самое главное, почему является, самым главным являются районные советники или муниципальные. Я знаю, потому что вы сейчас скажете, что они примары в маленьких населенных пунктах. Они, 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 нет, 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 это я скажу позже. Они набирают, они набирают, эти товарищи из районных советов, они избирают председателя района. Председатель района контролирует всю вертикаль власти в районе, правильно или нет? То есть, это финансирование, это дотации сел, это ремонты дорог, канализации, это строительство дорог и так далее. И в результате мэры, которые были от одной партии, мы это уже с вами знаем, мы не первый раз наблюдаем за этим, быстро меняют кепку из синей на желтую, к примеру, или на красную, или на зеленую, понимаете? В зависимости от того, кто становится, раз, председателем района, и два, кто у власти там наверху в Тишневе. Поэтому сегодня, если у демократической партии 194 мэра, как они говорят, 193, завтра у них окажется, я говорю это с сожалением, но и с констатацией факта, через это проходили все, и коммунисты, и либералы-демократы, завтра у них окажется в два раза меньше. И самое главное, самый главный ответ на ваш вопрос, почему вот эта первая победа демократов по мэрам, она состоит в том, что социалисты, к примеру, выиграли приблизительно в определенном количестве городов. Взяли четыре больших города, ну то есть Камрад, Чадерлунга, Локница, по-моему, Бричаны, да, и еще восемь малых городов. А эти господа не победили фактически ни в одном городе, и все их мэрии, это сельские мэрии, это сельские мэрии, которые не формируют бюджет, а которые являются дотационными, которые не имеют электорат, да, а которые чаще всего, да, являются маленькими раздробными селами, которые очень сильно зависят от центрального бюджета. Поэтому и политически, и с электоральной точки зрения, демпартия не выиграла эти выборы, она их проиграла, она на третьем месте. Я понимаю, ну вот что говорят ваши оппоненты, они приводят единственный аргумент, они говорят так, социалисты на эти выборы шли в статусе партии власть, а демократы шли на эти выборы в статусе не просто оппозиционной партии, а партии, как вы знаете, после смены власти, да, в которой, в принципе, все претензии вот именно к демократам за то, что получилось в стране, вот, и очень много сказано про их экс-лидера было, я говорю о Владимире Плохотнике, и поэтому говорили, что мог бы быть все-таки результат несколько иным. Это я к чему? Выложились социалисты на все сто? Или нет? Как вы? Знаете, я вам скажу так. Конечно, никогда нельзя сказать, что выложились на все сто. То есть выложились, наверное, на все сто люди в районах, мэры, бегали, команда, туда-сюда, но результат получили такой, какой заслужили, я так считаю. И я объясню, почему. Здесь дело в том, что мы имели парламентские выборы, изматывающие, потом долгие переговоры, потом башканские выборы, потом сразу опять местные выборы с парламентскими, кстати, по некоторым окургам. Устали люди, устали лидеры, устали депутаты, устал народ, просто-напросто уже устал. Вообще от выборов устал. И вы видели, какое участие было, 40% по стране. Диаспора вообще, кстати, к этому отнеслась. Все плюнули на эти выборы, потому что они уже устали, понимаете, народ устал, элиты устали, все устали. Но суть не в этом, суть в другом. Вы посмотрите, в каком контексте происходили эти выборы. Мы имеем экономический кризис, да. 3% там рост. Это не рост, это застой. Мы имеем дыру в бюджете в 5 миллиардов лей. Кто-то говорит, там 8 миллиардов лей, да. Мы имеем инфляцию. Смотрите на рост цен на электричество. Демократическая партия, контролирующая НРЭ, за месяц-два до выборов сразу ударила, да. 15% рост электроэнергии на севере, подкосив все районы по СРМЭ, понимаете. Там поднялось на 30 бань электричества, цена за киловатт электричества. Мы ходили на встречу, люди выли. Они не могли понять, что НРЭ, который контролирует Плохотнюк, подняла цену. И никто не может этому НРЭ ничего сделать. Потому что НРЭ буквально контролируется, да, там, или подчиняется, контролируется, координирует, координируется где-то, да, скажем так, демократической партией. Это раз. Два. Европейский союз тщательно следит за тем, чтобы не трогали Нацбанк, чтобы не трогали НРЭ. Понимаете, чтобы не трогали суды и прокуратуру, потому что это независимость судебной системы, это независимость, да, наркотических регуляторов, это независимость Нацбанка, и это священные коровы для Евросоюза и для Соединенных Штатов. Попробуй их тронь сегодня. Попробуй объясни электорату, что мы ничего им не можем сделать, да, и что это была реальная экономическая диверсия против власти, против народа, да. И это было сделано накануне выборов. И вот дыра в 5 миллиардов леев, вот повышение цены на электричество, вот вам инфляция, понимаете, вы посмотрите, цены выросли вот за один год, да, по сравнению с сентябрем прошлого года, на 25-30 процентов. В течение одного года 25-30 процентов выросли на овощи, на фрукты, туда-сюда. И вот мы с этим идем на выборы. И более того, более того, вы понимаете, что люди ждали арестов. Люди ждали арестов, люди ждали, да, чтобы поймали Плохотнюка, чтобы поймали Шора, чтобы вернули миллиард. При этом люди хотят за 3-4 месяца нахождение у власти, чтобы хлеб стоил 16 копеек, чтобы экономический рост, вернуть все предприятия, верните табачку, верните Аэр Молдова, Аэропорт Хендлинг, Аэропорт Кеттеринг, Glass Container Company, все эти предприятия, которые были разграблены до сих пор и проданы за бесценок, все это вернуть, миллиард вернуть, отменить закон по миллиарду, отменить 303 закон там, по АПКаналу и так далее. Господа, я вам скажу так, да, были созданы многие комиссии, было много усилий сделано, но невозможно за такой короткий период все это сделать. Тем более мы знаем, что Плохотнюк сбежал в Соединенные Штаты, скорее всего, предполагаем, да, или в Лондон, Шор тоже самое находится в Израиле, и все это сегодня, пытаемся вернуть аэропорт, вы видели, сразу же Авиа Инвест продала Ротшильду, пытаемся вернуть Аэр Молдова, сразу же Аэр Молдова, да, то есть обладатель Аэр Молдова продает эту компанию, на второй же день после отчета комиссии продает другой компании, то есть Молдова... На это многие выдвигают претензии правительства, если говорить совсем уж... На таком фоне, да, и Блока Кум, и Партия Социалистов пошли на выборы, и я вам скажу, что здесь был еще один важный нюанс, не только кризис экономический там и так далее, и недовольство народа, да, повышением цен и отсутствием арестов. Отсутствием арестов в ситуации, когда Генпрокуратура и судебная система находятся и далее под контролем Генпартии. Давайте скажем, как есть. И его Генпрокурора, исполняющий обязанности Генпрокурора, и мы с вами как-то обсуждали это, сам просто не в состоянии противостоять этому саботажу всей системы, всей системы, да. Если мы дошли до того, что арестовывают Таубер и Редину Апостолову, и буквально на второй день их переносят на домашний арест, а потом под судебный контроль, и потом Таубер участвует в выборах, обвиняет президента, обвиняет Зениту Петровну в здании парламента. Вы понимаете, до чего мы дошли? То есть мы даже Таубер сегодня из-за этой судебно-правовой системы, мы ничего не можем сделать. Говорить уже про других товарищей, у которых по 20 уголовных дел, да, которые стали мэрами там где угодно, и в Ардееве, и в Бельцах, и говорить не приходится. И вот на этом фоне мы шли на выборы. Плюс еще был один огромный пробел правительства и правящего большинства парламентского, да, то есть блока КУМ и партии социалистов. И он состоял в том, что за три месяца можно было поменять вот всех этих директоров госпредприятий, всех этих директоров комиссаров полиции, представителей регистра, мол, телекома, металлфероса, железной дороги, социальных служб там и так далее. Их не поменяли, потому что правительство, с одной стороны, вело переговоры с МВФ, с другой, с Евросоюзом, да, по деблокированию вот этой макрофинансовой помощи. С третьей стороны, занимались исследованием, расследованием всех этих схем на госпредприятиях и так далее. И не успели, не поменяли буквально никого. А все эти товарищи, представители ДПМ, все они работали на ДПМ. Я ходил на встречу в Бельцах, вы не поверите, там АПКанал, да, руководительница от Демократической партии. Мы приходим, ни одного человека на встречу, ни одного человека нет. Вы понимаете, вот третий этаж, мы поднялись, там все пусто. И так на всех госпредприятиях этого Бельц, иммунпредприятиях, та же самая картина. Пусто, никого нет. Я поняла, я даже верю. И так далее. Но я должна вам задать вопрос по поводу того, как социалисты объяснят ситуацию в Бельцах и в Аргееве. Очень просто объясняем мы ситуацию в Бельцах и в Аргееве. В Аргееве Шор, там еще с 2015 года, да, когда он стал мэром, подкупил там всех и вся. За счет этого краденого миллиарда, да, он открыл там социальные магазины. Это раз, для пенсионеров. Два, он там построил вот этот, все эти аттракционы, да, где Архейлен, где могли приходить все эти дети туда-сюда. Три, он буквально затидал подарками и бесплатными обедами там огромную часть пенсионеров. Раздавал деньги там всяким социально уязвимым слоям. В результате у него там рейтинг, да, народу просто-напросто, у нас появился менталитет уже новый, понимаете, шоровский какой-то менталитет. То есть, ну и что если украл? Ну, а он же с нами делится, он же что-то сделал, то есть украл миллиард, дал на Ардеев один миллион или два, да, ну допустим, десять миллионов дал из одного миллиарда, да. И люди рады. Я когда приходил им и говорил, ребята, а давайте я у вас украду по тысячу лей, вот все дайте мне тысячу лей, каждый. А я вам верну обратно по одному лею, при этом с одним обезусловием, вы должны сказать, какой хороший Богдан Цирдя, вот он ворует, но делится с нами, да. Все сразу начали выть, а чего мы должны давать, а чего мы должны давать. А, когда из своего кармана воруют, из твоего, тогда это плохо. И вот в Ардееве такая ситуация сложилась, понимаете, что там все муниципальные предприятия, все структуры, они работали на Шора, там огромное количество денег было вкачано в этих товарищей, там до сих пор центральное телевидение, людям промывает мозги, там до сих пор, понимаете, вот вся вертикаль Ардеева работает на Шора. Более того, госпожа Таубер и многие представители партии Шора, которые якобы под преследованием находятся уголовным, свободно адитировали. В Бельцах та же самая ситуация, демократическая партия, партия Шора помогали Ренату Усатому. Мы ходили там на встречи, все директора госпредприятий, они демократы, и они яростно боятся, люто боятся того, что мы бы пришли к власти и сняли их с должностей. И они все работали на Усатого. Каналы Плохотнюка работали на Усатого. БТВ, одно телевидение там Бельское, оно просто промывает там мозги по черному электорату. Плюс социальные столовые, которые работали еще пару лет назад, то есть подкармливали определенную часть пенсионеров, что сохранило память об этом. И образ жертвы господина Усатого, что вот его хотят убить, изнасиловать и так далее, постоянно прокручивается по этому Бельскому каналу. Но самое главное, что благодаря тому, что господин Усатый, понимаете, долгое время жил в России, скрывался там в России и так далее, у него сложился образ пророссийского политика. И Бельцы вообще-то красный регион считался всегда, пророссийским, красным и так далее. Но люди так и не успели, потому что у нас запрещены российские новостные каналы и передачи. Они так и не успели просмотреть статьи на РБК, статьи на материалы, материалы, видео по России 24, по спутнику, где четко показывалось, что господин Усатый, к примеру, подозревается в связи с наркотрафиком, что он подозревается в коррупционных схемах на российской железной дороге, вместе с олигархами Ушировичем, Мартеловым и так далее. Что он, и там была дана аудиокассета, понимаете, Россия 24 выдала в эфире аудиокассету, где господин Усатый разговаривает с господин этим Адрианом, который советник Плохотнюка, и предупреждает его, что на ЦУЦУ и на Плохотнюка готовятся уголовные дела. Они могут попасть под Интерпол, под арест в связи с торговлей наркотиками, с участием в транснациональном синдикате. Это появилось в четверг, это новость по России 24, целый репортаж 6 минут, но бельчане его так и не увидели, и, соответственно, они поверили Усатому, что его продолжают там мочить, что против него грязная кампания в российских СМИ, и это говорил сам Усатый. Вы понимаете, в чем суть? То есть Усатый обвинил российские СМИ во лжи, в том, что их можно подкупить, в том, что они очерняют его, Усатого. Но Усатый так и не ответил на простые вопросы, которые я тогда задавал ему. Господин Усатый, но эти же СМИ, Россия 24, Спутник и так далее, раньше хвалили вас, а не ПСРМ и Додона. Это ваши, скажем так, сторонники или партнеры. Почему они вас сегодня так критикуют? Едва, господин Усатый, там же факты, там показаны обыски в вашей квартире, в вашем доме на Рублево, там показан аудиофайл, как вы говорите с людьми Плохотнюка и предупреждаете их. Так это так или не так? Почему вы избегаете ответов? Но до людей это не дошло, и в результате Усатый победил. Но я вам скажу так, он набрал формально 61%, но участвовал в выборах 36%. Другими словами, 70 с чем-то процентов, 75% не пришли на выборы. За него проголосовало только 20% населения Бельцы. И 100 тысяч жителей проголосовало только 22 тысячи. 80% за него не голосовал. Это фактически вот у меня доверие. А если говорить уже вообще на макрополитическом уровне, то наша партия, наша партия на этих выборах и партия коммунистов, они почувствовали окончательный обвал. Они на парламентских выборах не прошли, ни одна из них. Два. Они в Тишиневском муниципальном совете набрали ноль. Пока Рома набрала одного советника, а наша партия набрала ноль. Еще в 15-м у них было три советника у нашей партии. Сегодня ноль, понимаете? Что это значит? Это значит начало конца нашей партии Усатого. Потому что в Тишиневе зарождаются проекты, в Тишиневе они умирают. Если ты набираешь ноль в Монсовете Тишинева, это ноль по всей стране. При этом, чтобы закрепить вот эту мысль, о которой я говорю сейчас, в 2015 году наша партия набрала 12% по районным советам и муниципальным по всей стране. Сегодня у нее в три раза меньше. 4%. Это вы к тому, что социалисты доказали, что они лидеры на левом фланге? У социалистов 25% в районных советах, у нашей партии 4%. Я поняла, но сейчас взоры всех обращены к Кишиневу, потому что здесь второй тур состоится 3 ноября. Вот скажите, пожалуйста, начнем с того, как выступил ваш кандидат в первом туре? Как бы вы оценили? И вот в партии довольны этим результатом? Либо, может быть, все-таки были надежды, что в первом туре удастся победить? У многих была уверенность, я вам скажу, как есть, что Иван Чабан может победить с первого тура. И эта уверенность была основана на определенных фактах, на определенной социологии. Потому что когда смотришь по многим соцопросам, все давали, что Иван Чабан лидирует. Это раз. Два. Некоторые соцопросы говорили, что он побеждает с первого тура. Это два. И самое главное, понимаете, ведь Иван Чабан, который находится как компонент ПСРМ, А ведь ПСРМ находится в Альянсе с блоком АКУМ. И вот эта диаполитическая риторика, которая до сих пор разделяла город, и которая позволяла всем проходимцам, даже обезьяну мог поставить, наверное, там, кандидатам, и за нее могли проголосовать только за то, если бы она говорила там какие-то, что она за не знаю что там. Сегодня этот момент исчез, да, и у Чабана был высокий шанс на победу, учитывая еще тот факт, что у него и образование нельзя сравниться с конкурентами. У него в Берлинской академии он окончил французская, Коль Националь, Королевская, Королевский институт публичной администрации, Московская академия при публичном администрировании при президенте России. То есть четыре крупнейших, да, международных вуза с мировым именем, да, этот человек окончил только за эти последние четыре года. Уже что он сделал за один год, я вообще не берусь, я как-то написал об этом и сам ужасался, да, сколько там тысяч скамеек поставлено, сколько десятков километров дорог построено, сколько десятков беседок и так далее. Ну, Богдан, простите, я вас перебил, Кишинев это и оценил. То есть в Кишиневе-то он победил очень так. Ну, дело в том, что он это... А пригороды там другая ситуация. Нет, дело в том, что на пригороды были брошены сотни миллионов лей, то есть голосами социалистов, благодаря тому, что мы нашли фонды, реструктурировали бюджет, да, и так далее, были направлены сотни миллионов лей на строительство там дорог, школы, на ремонт, садиков и так далее. И поэтому я вам напомню, что если раньше социалисты, и коммунисты в том числе, не набирали более двух пригородов, да, сегодня вот мы победили в четырех пригородах, и самое главное, это действительно ирония судьбы, в колоннице, родовом гнезде Гимпу и Киртог, да, побеждает, примар, социалист и набирает, как Брежнев, 72%, понимаете, 72%, весь совет колонницы под контролем Пасарамы, примар под контролем Пасарамы, и более того, он еще... Я считаю, что он очень доволен, но может быть и есть, но чем... Нет, он выступает, но я вам скажу, вот, стойте, мне даже интересно, потому что я как где-то это написал, да, по поводу вот этих сел, мне даже интересен один момент, что реально Пасарамы вот победила в четырех селах, так, где я себе тут написал, так, вот не нахожу, Вадул-Воды, Ватра, Крикова, да, и колонница, в колоннице 72%, 72%, да. А самое главное, что, наверное, впервые тоже, вот, я не боюсь ошибиться, мы выходим еще во втором туре, вы представьте себе, в пригородах, в Сынджире и в Бачои. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот все эти действия Ивана Чебана на то, что он направил огромные деньги, он, я не знаю, не знаю одного, одного пригорода, где не было Чебана, где он не помогал людям, где он там не помогал с дорогами, с канализацией, с водой там, с мусором, с ремонтом школ, с садиков и так далее. Нет ни одного пригорода. Если дошло до того, Людмила, вы только вдумайтесь, в колоннице, это колонница, чтобы выбрали примарем социалиста. Вы понимаете, до чего люди отчаялись и до чего люди оценили, оценили, еще раз повторюсь, вот те усилия, которые Иван Васильевич прилагал для того, чтобы помочь пригородам. Ведь до сих пор что делали эти правые кандидаты, причем все поголовно? Они пугали пригороды, да, что вот придет там, я не знаю кто, что Путин, медведи на велосипеде, их убьют, в Сибирь сошлют и так далее. Люди поднимались и голосовали, да. Также их пугают еще второй фишкой. Кроме русских их пугают еще тем, что вот придут левые, да. Да, и пригороды вычеркнутся. Вот сидели коммунисты 8 лет у власти, не вычеркнули их, да. Является одном президентом, не вычеркнули их из муниципи. Но их пугают тем же и сегодня. И, кстати, наш оппонент Андрей Анастаса, да, конкурент, тоже самое делает. Вас вычеркнут, вас вычеркнут. Получали голоса, тот же Дарин Киртуак и тот же, неважно кто, получали голоса из пригородов, которые им, ведь в Тишиневе всегда левые побеждают. Это всем известно. Правые побеждают за счет того, что вот 10-18 тысяч голосов из пригородов перетекают на эти выборы, и разница в 5-6-7 тысяч голосов всегда в пользу правых. А когда выборы заканчиваются, когда выборы заканчиваются, да, как была эта Гуноиштя, да, та самая крупная свалка в Европе, в Ценсоренах, где люди от рака умирают, от онкологии и так далее, так и остается. Где в Бачои, я не побоюсь этого слова, несколько свалок мусорных, и там крысы тишат средь бела дня, там запах такой, понимаете, и от очистных сооружений, и от этих мусорных завалов, да. Там это все как было, так есть, так и будет, если победит другой кандидат, чем тот, который вот пытался все эти проблемы решить. Чем и он, Чубан. Хорошо. И поэтому все в пригородах уже начали думать, по крайней мере, часть думающего электората начала анализировать. «Эй, ребята, стойте, какие русские танцы, если по сараме в блоке с садом?» Магдан, я могу с вами поспорить только в отношении того, что геополитическая риторика у нас усиливается как раз во втором туре. Да. Да, и вот мне интересно, потому что есть некоторые заявления господин Анастаса, которые уже как-то можно оттрактовать, знаете, по-разному, это я так мягко сейчас выражаюсь, ну, например, в отношении коалиции в муниципальном совете, да, вот он, Иоанн Чубан сказал, что коалиция будет АКУМ плюс социалисты, а он как бы это сейчас на данном этапе, это не подтверждает. Я о чем сейчас хочу спросить? Вот этот второй тур, он как вообще пройдет? Вот как между собой эти кандидаты будут коммуницировать? И будет ли это опять геополитикой танки и Путина? Знаете, ведь ситуация у Андрея Анастасы тоже, ну, незавидная, я так считаю. Вы представьте себя, что вы на его месте. У вас 30 процентов... Ну, во-первых, если бы я была на его месте, я бы не делала заявление, что если я проиграю эти выборы, я уеду из страны. Вот если вы спросили, вы спросили, вам некуда уезжать. Ну, нет, дело не в том, есть или нет, просто как-то, если ты проиграл, то надо, наверное, с честью, да, понять? Конечно, здесь есть эксцессы, наверное, с обеих сторон, хотя я, Ивана Васильевича, не видел, вот честно, ни одной атаки, ни одного выпада, ни одного вот грязного какого-то, да, наезда, скажем так, вот по-бандитски, да, не было такого, Иван Васильевич и Андрей Анастас, и вообще представители блока АКУМ, мы все подписали соглашение, да, соглашение об альянсе, и мы обязались не критиковать друг друга, не нападать друг на друга, а обсуждать программы, проекты развития города, варианты решения проблем и так далее. Но, понимаете, у Андрея Анастас 30%, у Чабана 40%. Чабан сделал то, 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 понимаете, я, наверное, отниму вас три передачи, если будут перечислять, сколько он там сделал. Не надо, мы сделали одну программу, да, где говорили детально. А Андрей Анастас и что? Он не управлял городом, он ничего не успел сделать, да, вот он только стал министром МВД, да, и сразу же пошел по Тишиневу. И понятно, что ему нужно усиливать вот эту риторику, эти страхи нагнетать. Придут русские всем, едва придет Чабан, он вас на второй же день отрежет, вот только этим будет заниматься, как вас отрезать от города. И, безусловно, некоторые критики со стороны Андрея Анастаса вызывают недоумение. Я вам скажу, какие. Первое, сама вот он вчера, да, начал нападать на президента. Ну, обвинять его в чем угодно, да, что ты хочешь стать вторым Плохотнюком. Вместе с Януковичем, так я считал. Да, вместе с Януковичем, ты хочешь стать вторым Плохотнюком. Я давно, кстати, слышу вот такие намеки в правых СМИ, и меня это удивляет. Ребята, простой вопрос задам. А скажите мне, пожалуйста, кому-то из вас Дадон заводил уголовные дела, или это Плохотнюк заводил все-таки? А у кого-то из вас, вот уверил Виктор Цопов, к примеру, да, на наш, на Стаса. Да Дадон отнимал бизнес или Плохотнюк? Я бы сказал наоборот. Игорь Николаевич назначил Майю Санду. Плохотнюка прогнал из страны, отстранил от власти. Вместе с вами, да, согласен. Два. Майю Санду назначил примером. Не Плохотнюка, а Майю Санду. А тебя, Андрей Настасов, Дадон, вот он такой плохой, сисякой и так далее, да. Но он тебя назначил министром МВД. Дал тебе вот 16 тысяч полицейских, департаменты с прослушками, с оперативниками, с видеосъемками, со всем. Он тебе дал. Так зачем нападать после этого на президента? Это по-мужски? Это справедливо вообще? Мне кажется, что это просто неправильно. Неправильно, потому что мы подписали соглашение, да, и мы на тебя не нападаем, а ты нападаешь, ты нарушаешь соглашение. Два. Неправильно, потому что Дадон назначил вас, назначил вас и тебя, Андрей, в том числе, министром МВД, понимаешь? И это неправильно, мы же партнеры, мы же не нападаем на тебя. Третий пункт тоже очень важный здесь, с моей точки зрения. Игорь Николаевич, Дадон, да, вот они на него постоянно нападают. Что вот, ты критикуешь правительство, которое сам же назначил. Ты не имеешь права критиковать правительство. Ребята, ваш депутат Дмитрий Алайба, депутат из блока КУМ, сам говорил, да, что надо критиковать власть. И чем больше критикуем, тем лучше и демократичнее становится и сам Альянс, и сама страна. Так президент критиковал не правительство, а отдельных министров. И за дело, за аэропорт. Что Ротшильд там берет аэропорт, а мы сидим, обсуждаем, да, за повышение НДС Пахарека, да, за присутствие определенных схем, которые очень трудно разрушаются. И президент не то что вправе. Он обязан это делать. Критиковать, предлагать решение, что он и делал. И главное, поддерживать положительные инициативы правительства. И я вам напомню, телезрителям в том числе, что все инициативы, абсолютно все, в том числе по реформе юстиции со стороны блока КУМ, были проголосованы социалистами. А вот инициативы президента по индексации пенсии два раза в год, по материнскому капиталу, по социальной помощи, да, в отопительный сезон с 300 до 500 лей, да. Они заморожены на первом чтении, да, вот проголосовали первое чтение, и все, и поставили его на полку, да, пылиться. Так мы же не говорим об этом. Наш электорат недоумевает. Мы до сих пор, да, не можем вернуть русский язык, да. Мы не можем вернуть российское телевидение. Хотя речь о российских телевидении, решение о запрете российских новостных программ было раскритиковано, резолюция Евросоюза от ноября 2018-го. Поэтому я и говорю, ребята, давайте все-таки, давайте все-таки уважать друг друга, давайте обсуждать планы, программы. И давайте, да, не играть на чувствах электората, а помогать этому электорату, чтобы он жил лучше. И последний вопрос. Чем все-таки закончится второй тур выборов в Кишиневе? Я понимаю, что это вопрос сложный, и откуда кандидаты будут брать еще голоса? Потому что многие говорят, ну смотрите, вот Андрей Настасин нервничает, а у него база, вот она как бы вырисовывается достаточно четко. Дело в том, что на этих выборах участие пригородов было в зоне 41%, а участие Тишинева в зоне 34%, а участие Ботаники и вовсе в зоне 32%. Люди не вышли на голосование. Они устали, это первое, уже третьи выборы подряд. Два, они потеряли доверие, понимаете, к политическому классу, наверное, можно сказать так. А третье, самое страшное, меня это очень пугает. Многие, я знаю, у меня много знакомых, они потеряли веру и в себя, и в Бога, и в политику, и во все. Они ни во что не верят, понимаете. Они говорят, а придет другой, будет воровать. Я говорю, а если ты придешь, то тоже будешь воровать? Говорит, я не буду воровать, но вот ты, показывает Павел, вот ты точно будешь воровать. Я говорю, ну ты пойми, говорю, что все зависит от человека, от человека зависит, да, кем ты будешь. Бог тебя создал, а же в Библии написано, если брать этот принцип. Хотите, возьмем нейропсихологию. Бог тебя создал и дал возможность выбирать между добром и злом, между будущим, прошлым и так далее. Все зависит от нас. Но у нас появился огромный класс прослойка людей. Которые не вышли, я так понимаю, вот сюда. Которые ни во что не верят, и которых, некоторых из них, они представляют, люмпин, пролетариат, очень легко, понимаете, заманить, просто вот дал ему... То есть, если я правильно понимаю, надеетесь на то, что выйдут как раз голосовать те люди, которые... Да, на это вся надежда, что люди выйдут, что люди все-таки поверят в себя. Люди поверят в кандидата Ивана Чабана, да. Что люди поверят в то, что их судьба в их руках, что можно что-то изменить, понимаете. Если не для себя, то для своих детей. Это правда. Я благодарю вас за эту беседу. Как всегда, с вами беседовать очень интересно и познавательно. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова